Доброго времени суток, дорогие дамы и господа! Сегодня, как обычно, мы будем говорить о нашей недельной главе. Наша глава называется ЦАВ «Заповедуй» и идет речь о заповедях, которые Всевышний через Муше дает коинам, священникам, еврейскому народу заповеди, которые, честно говоря, большинство еврейских образователей и ораторов стараются избегать. И, честно говоря, и тоже, потому что релевантности их на сегодняшний день очень мало. Это заповеди, связанные с подношениями в храме, во всех их деталях, разрешениях, запретах и так далее. Но, честно говоря, каждый раз, когда я думаю, окей, ну это мы быстренько проскочим, мы перейдем к каким-нибудь сюжетам, я всегда нахожу в таких вот заповедях, которые, казалось бы, совершенно нерелевантны, наибольшую релевантность к нашей повседневной жизни. И сегодня я хочу с вами поговорить о двух заповедях, которые редко обсуждаются, потому что они сегодня не практикуются, упоминающиеся в нашей главе, и, на мой взгляд, имеют потрясающее отношение к нашему сегодняшнему служению. Это заповедь Нотар и заповедь Пигуль. В дословном переводе то, что осталось, то есть остатки, и Пигуль, ну я бы перевел как то, у чего вышел срок годности. О чем идет речь? Подношения, которые приносили в храме, были наиболее святые, если так можно сказать, подношения, которые сжигали полностью, но были подношения, от которых оставалось. И что-то съедали коины, что-то съедали сами подносящие, в зависимости от подношения. Но Тора дает нам абсолютно четкие временные рамки, до какого времени можно было съесть то, что осталось от подношения, пусть то священниками, пусть то сами простыми евреями подносящими, а после этого, ну-ну-ну, не в холодильник, не замариновать, не засолить, то, что бабушка сказала на потом, не работает, категорически запрещается. Мало того, что запрещается, то, что, то есть, не дай бог, тот, кто да употребляет вот этот нотар, остатки после разрешенного срока, учат наши мудрецы, за это полагается страшная смертная казнь, которая называется карет, это не просто смертная казнь, а в прямом смысле слова отсечение нашей души от первоисточника, своего рода духовная смертная казнь. Это касается нотар. Заповеди Пигуль, заповедь, когда истекает срок употребления, она напрямую в Торе не упоминается, но Рамбам, Маймонит называет ее 132-й заповедью из запрещающих заповедей, и учит ее как раз из предыдущей обсужденной заповеди нотар, это то, что, когда простой еврей, или не очень простой, хочет принести подношение в храм хвалебную, благодарственную жертву, ну если я уже так и иду в храм, так я так и возьму большого быка, и я его принесу, и я думаю себе, я еще целый месяц из него буду делать шашлыки, и говорит нам Тора, что даже думать об этом нельзя, о том, что ты оставишь на потом. Мысль уже испортит эту жертву, она становится неприемлемой. Более того, учит Рамбам, что за это нарушение, просто подумать о том, что ты оставишь на потом, это тоже полагается карет, страшная духовная смертная казнь. Почему такая брутальность, но главное, Тора, она должна быть релевантна, она должна быть иметь отношение к нашей повседневной жизни, как это связано с заповедью, которые абсолютно непрактичны сегодня к нам, к нашему сегодняшнему служению. Объясняет один из моих величайших учителей, уже, к сожалению, вернувший свою душу творцу Равадин Штальзальц, о том, что ключ к пониманию релевантности этих заповедей заключается в другой, ключевой фразе нашей недельной главы, которая делает все служение в храме релевантным для нас сегодня. Написано, что «эш тамит тукад аламизбэх» – постоянный огонь должен поддерживаться на жертвеннике. И что имеется в виду? Имеется в виду, что сам по себе огонь спускался, спустился в храм, как и временный, так и постоянно в Иерусалиме, с небес. Рабейну Бахья объясняет, что было шесть моментов, когда огонь спускался с небес, но при этом поддержание огня лежала, это ответственность на священниках. Это была одна из их работ – постоянно подбрасывать, так сказать, дровишки. Погасший огонь, тот же Рабейну Бахья в своем комментарии приводит, шесть случаев, когда огонь погас, и в первую очередь, это, конечно же, разрушение храма. Сегодня у нас есть то же самое служение. И я думаю, аллегория ясна, огонь, конечно же, символизирует нашу эйфорию, когда мы находимся в возбуждении от служения Всевышнему, когда ребенок первый раз с вожделением заматывает свои тфели на бармицу, девочка первый раз зажигает субботние свечи, когда жених с невестой не могут оторвать глаз друг от друга под хупой, когда мы выучиваем, это вообще неповторимое ощущение, когда мы выучим сами, самостоятельно. Первое предложение о вторе – это как впервые держать ребенка на руках, но ребенка придется еще долго держать на руках и по ночам тоже. В вторе больше, чем одно предложение. Жених с невестой в конце концов начнут мыть посуду и платить по счетам, и станут уже не женихом с невестой, а мужем и женой. Тфели нужно одевать каждый день, причем для этого нужно еще вставать рано, утром и суббот, я надеюсь, вы понимаете, гораздо больше, чем одна в году. Именно поэтому наше служение в том, что несмотря на то, что мы классно зажгли субботние свечи один раз на каком-то еврейском шабатоне, мы не должны ждать следующего еврейской тусовки. Тфелин недостаточно одеть только воскресенье, и нам типа хватит заслугу до следующего воскресенья, или до шабата, не работает. Да и вставание утром, да, это тяжело, но ощущение своей важности от того, что ты встал сегодня утром, на завтра не распространяется. Нужно вставать каждый день. Муж с женой должны смотреть влюбленные на себя друг на друга каждый день. Ребенок должен приносить нам радость и счастье каждый день. Это то, чем предупреждает нас Всевышний. Недостаточно того, что мы это сделали один раз и принесли этого бычка, и думаем, какие мы молодцы. Огонь должен поддерживаться все время. Дровишки мы должны подвязывать каждый день, потому что мы сегодня эти священники, которые поддерживают огонь, о том, что оставить на потом, о том, что мы сейчас молодцы, и нам хватит на следующий раз, о том, что я приду один раз в синагогу, и в следующий раз приду в следующем году, потому что я уже молодец. Об этом говорит наша недельная глава. Даже не думай. Успехов. До встречи. Пока.